Готовность 95%. В Сургуте специалисты городских тепловых сетей завершают кампанию по подготовке к отопительному сезону. Ремонт прошел на котельных и на некоторых участках тепломагистралей. Готовы ли ресурсники приступить к обслуживанию объектов социального назначения уже с начала сентября, узнавал Дмитрий Круковец. Специалисты городских тепловых сетей завершают работы по подготовке котельного оборудования и сетей к предстоящему отопительному сезону. При необходимости уже с первых чисел сентября батареи начнут прогреваться в детских садах, школах, поликлиниках и иных соцобъектах. По словам специалистов, к концу недели все необходимые работы завершат на 100%. Выполнены на порядка 95% гидравлические испытания тепловых сетей, внутриквартальных сетей, тепловодоснабжения, выполнены промывки сетей. Почему 95%? Потому что, вот видите, сейчас ремонт, это протяженность, ее надо испытать, этот трубопровод, выполнить гидравлические испытания. Соответственно, там, где еще работают у нас подрядные организации, это тоже в процент входит, они тоже должны испытаться. Поэтому примерно 95%. В рамках подготовки к отопительному сезону техническое перевооружение сетей тепловодоснабжения проводилось на улицах Губкина, Быстринской, Магистральной, Геологической. Один из участков, где уже завершается ремонт, это тепломагистраль на проспекте Ленина. Трасса 91-го года. При гидравлических испытаниях в 2020 году были выявлены дефекты на этой сети. Ну и, соответственно, было принято решение внести в ремонт 21-го года небольшой участок протяженностью 70 метров по замене данных трубопроводов ДУ-700. На данный момент работы завершены на 90%. Сейчас подрядные организации заканчивают монтаж трубопроводов. Задача к середине октября завершить благоустройство тех участков, где меняли инженерные сети. В рамках подготовки к отопительному сезону предстояло заменить не только 9 километров трубопроводов, но и провести регламентные работы на 24 котельных и 100 центральных тепловых пунктах в Сургуте. В числе объектов, которым потребовалась модернизация, котельная номер 28. Она обеспечивает коммунальным ресурсом поселок Юность. В рамках ремонтной кампании обновили схему регулирования температуры воды в тепловой сети, установили современную систему водоподготовки. Объект передан на баланс ГТС после реорганизации муниципального предприятия «Тепловик» в январе прошлого года. Эффективность в целом котельная возрастет в ходе этих мероприятий. Повысится надежность ее работы. То есть оператору не придется где-то вручную регулировать температуру воды, то есть упростить задачу по ее эксплуатации. Эта котельная работает на нужды потребителей поселка Юность. И данное мероприятие повысит качество отпуска тепловой энергии, качество предлагаемых нами услуг для населения. Котельная поселка Юность введена в эксплуатацию более 30 лет назад. Некоторое оборудование за годы службы устарело. Здание находится в работоспособном состоянии, но в ближайшее время потребует капитального ремонта либо реконструкции. На других котельных в ходе подготовки к отопительному сезону восстановили пластичные подогреватели. На ЦТП на проспекте Набережным провели капитальный ремонт водогрейных котлов. Все это необходимо для повышения надежности подачи тепла предстоящей зимой. По словам специалистов, готовность близка к стопроцентной. Уже сейчас все котельные Сургута готовы отпускать коммунальный ресурс потребителям. Дмитрий Круковец, Мария Ливанян, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости.